Доброе утро. У нас уже четвёртый день идёт дождь, практически не переставая. Очень холодно на улице. Мы ходим в ветровках, в куртках. На улицу лишний раз не выходим, потому что нечего там делать. Так, в магазинчик и обратно. Либо на работу и домой. Даже Боня гулять у нас не хочет. Половину домой приносит Боня. Да, наша Боня, она только на вид такая. Хорошенькая. На самом деле та ещё, Шкода. А я с утра пораньше занялась творчеством. Налепила вот таких пряничных человечков с полимерной глины. Сердечки тоже из полимерной глины. Они не идеальны, но по задумке мне такие нужны. Сейчас я вот сюда их переложу и буду запекать. Все эти человечки мне нужны для моих кукол, которые сохнут, стоят здесь. Вот, слышите, кролик у нас не в настроении, швыряет свою тарелку. В прошлом видео я рассказывала вот про этот корм. Только видео выпустила, и мне позвонила моя сестра. И сказала, что они недавно такой корм покупали. И у кота, ну, расстройство желудка случилось от этого корма. Не поверите, но в этот же день у нас, у нашего пильки тоже, ну, случился понос, скажем так, грубо говоря. И поэтому, друзья, вот, будьте осторожны. Не могу ничего сказать там, не покупайте или что, но, короче, будьте осторожны с этим кормом. Года прям никак не успокоится, все дождь и дождь. Пилюшка села полюбоваться. Пилюшенька, что там дождь идет? Да и на балкон не сходить тебе. Холодно. Даже обогреватель уже включили, такой холод. Вот, паучишка бедная голодает из-за дождей. Бедняжка. Паутинка порвалась у нее. Спеклись мои пряники, но у меня случилась неприятность. Оказалось, вот эта белая глина, которой сделаны элементы на ручках, ножках и глаза, и роту пряников, они стали прозрачные. Ну, такие полупрозрачные. Видимо, это глина такая. С эффектом при запекании становится прозрачная. Я вот спутала глину. Ну, я думаю, в принципе, ничего. Я их немного еще задекорирую. И будут нормальные прянички. Надо было чисто белой глиной. Я уже просто забыла, какая там белая, какая прозрачная. Ну, короче, вот такие пряники у меня получились. Сидели-сидели мы дома и все-таки решили съездить в Комсомольск-на-Амуре. Едем в магазин. Нужно Роме рубашки посмотреть к школе, потому что мы еще из одежды ничего не купили. Боня, как всегда, едет с нами. Просится на руки. Но я ее, ой, мамочки, брызгнула в стекло. По дороге решили заехать на поле, с Боней погулять. А то она уже много дней дома сидит. Разлилась горная речка. Вот мы сейчас попытаемся переехать тихонечко. О, ничего себе. Через дорогу вот так она течет. Давай, давай, давай. Фух, все. Дождь, но с Боней гулять нужно. Ну, пошли, Боня. Боня, пошли. И так она столько дней просидела дома. Во двор. Немножко там она сделает дела. И домой. Конечно, сыро очень. Одуванчики. Сейчас я одуванчиков нарву. Кролику. Ой, сколько много. Ужин нашему кролику. Но нужно, чтобы немножко просох. Боня, иди гуляй. Как всегда, траву ест. Давай, иди быстро. Дождь идет. Уже покосили траву. Честно говоря, уже осенью пахнет. Сидим, ждем в машине, пока она нагуляется. Не хочет ехать. Стоит, траву ест. Уже и машину завели, уже и сигналим ей. Уже пытались отъезжать, думали испугается. Нет, она присосалась к этой траве. Все, пошли. Боня, давай, пойдем, бегом. Давай, все, поехали. Смотрите, как разлился Амур. Здесь вообще была суша. Уже к дороге подходит. И здесь тоже была суша. Но тут далеко еще вообще-то до дороги. А, нет, вот тут уже рядом вода. В 2013 году вода была прям вот здесь. Ну, мне кажется, еще далеко. Не затопит в этом году дорога. С всех сторон топит. Вот это вот, где кусты, это все был пляж, да? Это же все берег был. Да. И вот уже прям до дороги почти доходит вода. Так, все, мы уже едем домой. Все купили, что хотели. Роме купили рубашки, брюки. Ну, в общем, все, что хотели, мы купили. Пильки я взяла вот такой корм-брид на распродаже. Хоть корм для котят, но взрослым кошкам корм для котят полезен, так как в этих кормах очень много витамин. Еще в детском мире купила вот такую игру. Называется «Веселые стульчики». В наборе 24 стульчика трех цветов. И вот нужно их, я как поняла, ну, делать из них башню, пока не упадет. В общем, потом будем играть. Я вам обязательно покажу и расскажу, интересная игра или нет. Но мне кажется, интересно. Стоит она недорого. И, наконец-то, я в школу купила краски. Мне нравится, что здесь много цветов, оттенков. Не могла найти подходящие. Ну, вот, наконец-то, я купила. 32 цвета в наборе. И в подарок Ромке на 1 сентября мы купили вот такую электронную энциклопедию. Такие же есть в лабиринте, но мы купили в детском мире. Здесь 8 тем, 8 карточек. 352 вопроса. Ну, то есть, вот здесь написаны вопросы по бокам. А картинка – это должен быть правильный ответ. Если вопрос и ответ совпадают, то есть верный ответ, то загорается лампочка. Ну, я так поняла. В лабиринте я видела такие викторины от 4 лет. Ну, то есть, вот там прям на разные-разные темы. Я взяла энциклопедию. Здесь вот 8 заданий. Ну, из всех заданий, мы думаем, Рома хорошо справится только вот с этим. А остальное он тут ничего не знает. Ему будет интересно. Мы уже дома. Хочу показать вам еще одну нашу покупку. Это сушилка для овощей и фруктов. Наконец-то я Вадиму уговорила. Он мне ее купил. Хотела белую, но, к сожалению, такой модели белой не было. Была белая очень дорогая. Почему-то там что-то прям нереально дорогая. А другая была модель белая, но она какая-то очень маленькая. И я вот остановилась на этой. Ну, черная так черная. Что ж теперь? Главное, чтобы она хорошо сушила. Я уже загрузила бананы. Вот как смогла, тонко порезала. Грушу и апельсины. Ну, не видно там. Ну, короче, все это я заложила. Уже начинает такой аромат идти. Ну, посмотрим. Наверное, в следующем видео покажу, что мне удалось насушить. И вообще, получится ли у меня что-то. Ну, не знаю. Посмотрим. Я на этом буду свое видео заканчивать. Всего доброго. До встречи. Спасибо за просмотр.